в мастерской художницы Юлии Долгоруковой и смотрим ее картины в том, что мы видим, есть живое начало что исконнее свойственно русской живописи прежде всего обращаем внимание на картину на которой есть огромный спор черного, значит, черной гряды скал и от света его в горизонт внизу желтое песочное состояние эта работа очень сбалансирована и интересна поскольку в нем, в этом холсте есть живая и очень убедительная тональность настоящего художества дальше, значит, что касается работы, которая следующая эта работа очень характерна для стиля художницы и в этой работе есть живой момент движения цветов значит, ну, что касается Афродиты то здесь охлажденный охлажденный образ охлажденный образ древнегреческой богини которого, именно которую так понимает и так знает художница но в основном это коловращение красок коловращение красок это постимплессионизм и в этом желании отразить прежде всего палитру художница делает акцент не столько на не столько на образе женском, который во главе всего но прежде всего это палитра сама по себе как самоцель эта работа вызывала споры она, значит, имеет реминесценцию к Боттичелли к знаменитой работе мастера к Боттичелли и здесь, в этой работе мы видим прежде всего прежде всего конфигурацию, которая работает на которая работает прежде всего на общую композицию картины вот эта общая композиция она здесь эстетически эстетически центруется на образ художницы это автопортрет, но в духе Боттичелли такова задача и такова, в общем-то такова сверхзадача художницы ну, эта работа очень характерна для творчества Юлии Долгоруковой это, опять же, работа связанная с балетом балетные образы танцующих женщин и в этой работе художница просто продолжает то, что она начинала ее раньше и продолжает как свое основное кредо значит, эта работа тоже серийная она продолжает тему вселенной но есть коронная работа, которая в этом в этой серии она есть основная а это ремесценция к основной работе ока вселенной и в этой работе она пытается достичь определенного понимания связанного с центром вселенной то есть тайной тайной мироздания опять же, работы более раннего периода и в них есть прежде всего в них ценно только красочное решение то есть краски здесь доминируют над доминируют движение и краски здесь доминируют над формой это танец но только танец, решенный прежде всего колористически ну и движением Жизель Жизель работа опять же, балетная это один из основных творческих творческих мотивов в творчестве Юлии Долгоруковой тут разброс красок должен прежде всего говорить о том что что герои находятся в балетном движении то есть они в искусстве все спасибо спасибо спасибо